всем привет меня зовут лексаков кирилл и сегодня тема моего доклада это облифмоделирование а конкретно рассмотрим какой из подходов облифмоделирование стоит выбирать давайте начнем итак содержание сегодняшнего рассказа сначала мы поговорим про при задачи рассмотрим некоторые примеры из бизнеса далее рассмотрим некоторые подходы для облифмоделирования которые используются рассмотрим кластросмарвейшн подход посмотрим почему такой уникальный и чем он выделяется так как нам надо сравнивать различные подходы то нам придется уделить внимание метрикам качества которые используются для при задачи далее перейдем к практике посмотрим некоторые практические результаты как работают апплифт модели на некоторых апплифт датасетах ну и по итогам всего сомулируем некоторые практические советы которые пригодятся для того чтобы применять апплифт модели итак апплифт задачи какие вообще примеры из бизнеса так как эта секция email и маркетинг то и примеры будут в основном из маркетинга допустим у нас есть некоторая база клиентов у нас например у нас есть продуктовый гипермаркет эти клиенты они приходят магазин что-то покупают и вообще совершают некоторые целевые действия или повышают некоторую целевую метрику целевые метрики могут быть разные пришел человек магазин или купил некоторые товар или целом принес больше денег чем обычно приносил или перешел на какую-то веб страницу но важно здесь следующее что клиент мог прийти магазин принести больше денег или какое-то количество денег просто так потому что он является нашим клиентом однако у нас есть некоторый механизм который мы будем называть treatment нет механизм поможет нам стимулировать клиента выполнить это целевое действие или увеличить целевую метрику таким механизм может быть скидка или некоторые бонус или коммуникация или даже все вместе таким образом нас мы приходим к аплифт моделирования наша цель найти тот сегмент клиентов которым при данном виде treatment который мы выбрали даст наибольший прирост некоторые целевой метрики и про это наш в основном апплифт моделирования рассмотрим теперь случай что будет если мы не знали бы что такое апплифт моделирования вообще существует пользовались классическими моделями которые еще называют респонс модель что это такое мы бы просто взяли бы нашу маркетинговую компанию где мы высылали акции и далее построили бы просто модель основанную на данных по этой компании на самом деле по смыслу то что мы сделали бы наша моделька бы говорил бы следующее она говорила бы treatment нужно применять к тем клиентам то вряд ли всего совершить целевое действие и это не совсем то же самое что апплифт модель давайте разберемся более подробно в чем же отличие апплифт и response модель и причем какой есть трейдов на самом деле апплифт модель явно используют treatment что не делает совсем response модели response модели слова treatment вообще не существует какой был treatment на ком он применялся это response модель не знает апплифт модель также используют явно данные контрольные группы свои модели response модель не используют контрольную группу вообще эти объекты не идут в обучение поэтому апплифт модель решает некоторую более практик правильную задачу из наших бизнес кейсов которые мы описали однако и требования к обучающей выборке для этих моделей больше но если мы рассматриваем обычную модель response модель то обычно например модель классификации то нам нужно всего лишь чтобы примеры были результативные на которых мы обучаемся и которых мы применяем модель ну и достаточно чтобы чтобы было достаточно минорного класса если задача классификации например обычно это таргет единичка какие-то такие требования мы приявляем к нашему обучающему датасету когда мы говорим про апплифт модельки нам нужно больше требования к датасету во первых нам нужно случайно разделить на тестовую контрольную группу иначе наши модели будут не достать неправильно работать также нам важно чтобы было достаточное количество примеров обучающих в каждой группе с каждым значением таргет например у нас таргет может быть бинарный нолик единичка и некоторое количество тритментов два три или более и в каждой такой группе при каждом для каждого таргета у нас должно быть достаточное количество наблюдений чтобы обучить хорошую модель в этом и возникает рядов что с одной стороны апплифт модели здесь подходит лучше с другой стороны для нее есть больше требований больше сложностей чтобы ее обучать ну и качество апплифт модели сильно зависит от выбора контрольной выборки от юридитативности тестовой это тоже обязательно нужно учитывать итак мой доклад посвящен подходам для медвыривания давайте рассмотрим некоторые подходы я не буду даваться в математику и попробую описать простыми словами какие-то некоторые из подходов которые я здесь привел значит соло моделл подход этот подход очень простой он просто предлагает использовать treatment как признак при обучении обучаем модельку с признаком treatment class information подход или во многей литературе он еще называется revert label подход подход основан на следующем мы делаем новый таргет на основе колонки таргета колонки treatment после после того как мы получили новый таргет мы обучаем ровно одну модель на вот этом измененном новом таргете при этом та формула по которой сделать этот новый таргет может быть меняться вообще очень много вариантов как эту формулу придумать мы обсудим это далее ту ванила модул обучаем просто две независимые модели нас тестовым на контрольных множеств после чего вы считаем результаты предсказания модели две модели у нас независимые dependent data variable строим модель на одном из множеств либо это может быть тестовый либо контрольных после чего строим вторую модель на другом множестве на котором еще не строили но при этом используем предсказание первой модели как признак таким образом у нас модели уже не независимы мы сначала строим одну потом вторую используя первую и популярный подход это облив деревья здесь мы обучаем модель на специальный тип деревьев которые используют treatment при разбиении итак cluster transformation подход на самом деле давайте уделим ему больше времени и подумаем что есть некоторые вариации упростим задачу допустим у нас есть пара x и y и x и клинжат множество 0 1 где x это target а y это treatment то есть target treatment у нас бинарным таким образом у нас 4 класса или 4 пары идея подхода сделает новый таргет таргет этот может принимать получается четыре значения в зависимости от класса предлагается следующие два варианта первое это делаем бинарный таргет который по смыслу означает что treatment не уменьшает таргет второй вариант это делаем таргет с тремя значениями вот по заданной формуле давайте посмотрим табличку справа у нас есть четыре класса target 0 0 1 1 treatment 0 1 0 1 смотрим class formation binary и так парой 0 0 и паре 1 1 мы ставим соответственно единичку а другим значением нолик при этом смотрим class transformation regression и тут у нас для там где у нас target 0 мы ставим 0 где у нас пара 1 1 на самом деле самая хорошая пара мы ставим некоторый коэффициент b который положительный а там где пара 10 у нас target положить единичка а treatment у нас 0 мы не 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 применяем никакое воздействие мы ставим некоторый коэффициент а который отрицательный ну сами эти коэффициенты выписаны слева, и можно посмотреть на формулы, и они зависят от буквы R, которая treatment share, которая процент наблюдений в тестовой группе. Такой вот простой подход. Запомнили некоторые две формулы, с которыми мы будем дальше работать. При этом я немного упростил все. На самом деле не обязательно итоговый модифицированный наш таргет в этом подходе должен иметь четыре значения. Можно придумать и более сложный алгоритм, который для каждого наблюдения будет каким-то образом делать новое значение таргета. Главное, что результатом у нас является новый один таргет, который мы будем обучать нашу модель. Про это class transformation подход. Что ж, идем дальше. Так как мы обсудили подходы, нам нужно их сравнивать. Давайте рассмотрим метрики качества, которые применяются для плит задач. Обычно мы имеем дело с некоторым тестовым validation set, валидационным множеством. И это выглядит так, что у нас есть treatment, таргет и некоторый model score нашей uplift модельки, по которой мы по убыванию сортируем все наблюдения. Давайте рассмотрим основные метрики. Метрика uplifted k. Ее можно посчитать несколькими способами. Первый способ это overall. То есть мы сначала ассортируем все по убыванию model score и выберем k, top k процентов значений. После этого мы посмотрим из этих top k все, которые входят в treatment, посчитаем k конверсию или процент единичек в таргете. Посчитаем конверсию среди этих top k в контрольной группе и вычтем две конверсии. Или мы можем делать by group. То есть отдельно берем первый k 30% например в тестовой группе, читаем там конверсию. Потом берем контрольную группу, там берем первые 30%, читаем там конверсию и вычитаем эти две конверсии. И получаем метрику uplifted k. Рассмотрим другие метрики. Например, метрика uplifted curve. Не буду сейчас даваться математической формулой, опять же, но на самом деле по смыслу постараюсь объяснить, что это за кривая. Это такая кривая, что для каждого порога по model score мы считаем метрику uplifted k и умножаем на k. Так проще понимать эту кривую. Точка на такой кривой это сколько будет дополнительных конверсий от применения treatment среди первых k клиентов. То есть некоторые дополнительные конверсии, которые мы получаем в натуральных числах. Также очень популярна метрика это quini curve. Эта кривая строится аналогично uplifted curve, но все ее значения домножаются на коэффициент некоторой q, который равен процент тритмента среди топ-k наблюдений. То есть на самом деле ее логика следующая. Мы вводим некоторый штраф за большой процент контрольной группы в топе, что не делает а плит кривая. Давайте посмотрим на рисунки. Вот здесь нарисована слева плит кривая, справа quini кривая, они в целом чем-то похожи. Видим, что есть кривые рандомный логаритм, они выглядят просто как прямые линии и вот какая-то у нас кривая. Также популярными являются метрики, которые по аналогии с классификацией считают площадь под такими кривыми. Это аплифт аукскор, площадь под аплифт кривой, или квиньи аукскор, площадь под квиньи кривой. При этом обычно площади нормируют их на площадь идеальной аплифт ликвидней кривой за вычетом площади кривой под кривой рандомного алгоритма. Вот это треугольник, который ограничен черной линией. Однако нормировки эти меняются из статьи в статьи. Для нас это не так критично, потому что нормировка влияет на само значение метрики, но на ранжирование алгоритмов она не влияет. Наша основная цель сегодня понять, какие алгоритмы работают лучше. Итак, мы поговорили о какие подходы есть для плевзадачи, мы поговорили о том, какими метриками можно плевзадач мерить. Возникают следующие вопросы, а вообще что использовать в качестве бейзлайна, и какие из приложенных алгоритмов, которых много, а можно еще придумать массу, вообще имеет смысл пробовать, а какие может вообще бесполезные просто идеи, а они не работают. Хотелось бы понять это на практике. Ну, давайте это посмотрим. Я предлагаю следующее. Давайте рассмотрим апплиф датасета, некоторые открытые, которые выложили разные компании. Здесь они описаны. То есть, это open-source датасеты с бинарной задачей апплиф задачи. Датасет критео это французская компания, которая два года назад примерно выложила гигантский датасет паблиф и тритментом является показ контекстной рекламы. То есть, люди в интернете им показывали контекстную рекламу, а таргет был посещение некоторой страницы или, что, видимо, лучше, покупка товара. В качестве признаков компания выдала 11 анонимизированных признаков о клиенте, который он знает онлайн. Что означает эти признаки, нам до конца неизвестно. Следующие два датасета это датасеты российских ритейлеров. В этом году они привели свои хакатоны по апплиф задачи и, соответственно, выложили данные по этим хакатонам. Датасет ленты это следующий. Тритментом являлась коммуникация и скидка на товар в некоторой категории. А таргет это посещение магазина в течение некоторого периода. В качестве признаков давались исторические данные по чекам клиентов и некоторые соц.дэм данные. Из пяти ритейл групп выложили похожий датасет. В качестве тритмента была просто коммуникация, а таргетом являлась покупка товара. Ну, признаки у ритейлеров примерно одинаковые. Это некоторая история по чекам. Некоторая статистика по этим датасетам, чтобы понимать, с чем мы имеем вообще дело. Давайте посмотрим, что вот обратим внимание, что критериал датасет просто гигантский. В нем 14 миллионов наблюдений. Количество признаков, ну, увидим, что их небольшое, но вот хочу обратить внимание на то, что на 6 признаков датасет и x5. На самом деле x5 выложили сырые данные, однако я воспользовался здесь своими признаками, которые я сделал на этом датасете. В хакатоне, который они проводили, модель на этом датасете заняла второе место, поэтому я считаю это неплохим датасетом, чтобы проводить на нем эксперименты. Но обратим внимание на treatment в процент тритмента в множестве. Например, в критео у нас 85%, а в ленте 75%, то есть большинством базы у нас происходит некоторый treatment, что достаточно удивительно. Посмотрим на uplift-метрики по всему датасету. Видим, что в критео uplift в посещении это порядка 1%, а вот в конверсию совсем маленький это сильно меньше 1%. Ну и вообще uplift бывает часто, мы видим, меньше 1%, что не так много. Отлично, давайте теперь посмотрим, какие результаты выдают наши подходы, которые мы обсудили на этих датасетах. Здесь поведена табличка с моими экспериментами на этих датасетах. Ну что здесь интересного? А, ну вот какие метрики здесь изображены? Мы видим uplift это 5%, uplift это 25%, это 50%, и, соответственно, площадь под кривой uplift и под квинь кривой. Что здесь бросается в глаза? Мне вот, например, больше всего интересно было, что solo model подход на uplifted 5 метрики имеет самое лучшее значение 9.25. Это лучше, чем все остальные алгоритмы, при том, что solo model это суперпростой подход, который просто использует treatment как признак. При этом мы можем заметить, что cluster summation подход на uplifted 5 метрики работает гораздо хуже, чем все остальные подходы. При этом мы не замечаем такого же поведения на uplifted 25 и uplifted 50. На этих метриках у нас примерно все подходы работают одинаково. Ну, похожую ситуацию можно увидеть на площади, на метриках площади под кривыми. Вывод из этой таблички следующий, что на самом деле простые подходы как solo model могут работать даже лучше всех. Ну, и важный выбор, что uplift подход, выбор uplift модели сильно зависит от выбор метрики. Мы видим на uplifted 5, насколько драматичной может быть разницу давать в качестве разные подходы, чего мы не видим на других метриках. На самом деле, несмотря на то, что ClassFormation не очень хорошо работал на татасете Criteo, на татасетах ленты X5 этот подход работал значительно лучше. Почти все участники катонов использовали ровно этот алгоритм и не использовали другие, потому что он давал лучшие результаты. Также известный факт, что с теоретической точки зрения этот подход требует, чтобы тестовые контрольные группы имели одинаковый размер. Часто в литературе это можно заметить. И возникают следующие вопросы. Во-первых, нужно ли балансировать датасет? Под балансировкой я понимаю некоторый андерцемплинг, то есть мы выбираем из большего класса некоторые подножества наблюдений, так, чтобы тестовые контрольные группы стали одинакового размера. И еще какой подход binary regression, какой из реализации работает вообще лучше? Это из тех подходов реализации, которые я описал выше. Давайте посмотрим, какие ответы на эти вопросы получаются на реальных данных. Вот класс формирование подход, результаты на датасет критерил. Мы сравниваем результаты binary classification с балансированным датасетом, binary classification с небалансированным датасетом исходным, и регрессионный подход, где мы делали три значения, где у нас было 0, 0, A меньше 0 и B больше 0. И сравниваем вот эти три алгоритма. Ну, что мы видим на датсете критерил, мы видим, что синяя линия выглядит лучше всего. На любом пороге эта линия выше, чем другая. При этом это у нас regression подход с тремя значениями. Очень интересно, этот подход работает гораздо лучше, чем двое других. При этом мы видим, что зеленая линия почти всегда сильно проигрывает красный, а зеленая линия это у нас там, где мы балансировали датасет. То есть в целом почти для всех порогов, для всех альфа, нам нет смысла балансировать датасет. Это плохая операция. Давайте посмотрим следующие результаты на других датасетах. Датасет ленты. Ну и смотрите, тут мы видим совсем другую картину. Синяя линия, а это подход регрессионный, которая выигрывала на прошлом датасете, здесь ведет себя почти как рандомный алгоритм. Ее качество почти близко к случайному. При этом балансировка датасета красной линии тоже очень плохо работает. Она сильно проигрывает зеленый, где мы ничего не делали, а просто применили бинарный подход без балансировки. Итак, на вот этом датасете балансировать данные уж точно не нужно было. Ну и нельзя было использовать регрессионный подход. Он давал гораздо хуже результаты. Это совсем не соотносится с теми результатами, которые мы получили до этого. Давайте посмотрим следующий датасет. Датасет X5. Ну, датасет X5 данные были сбалансированы уже, поэтому мы не сможем здесь проверить, насколько влияет балансировка, но сможем сравнить регрессионный и бинарный подход и видим, что кривые в целом очень похожи. Ну, скажем, зеленая линия чуть-чуть лучше, чем синяя. Итак, давайте подытожим все, что мы сделали, о чем поговорили, и некоторые практически советы о том, какие подходы стоит вообще использовать. Во-первых, когда мы говорим про апплифт-индолирование, нам нужно сразу понимать, что нам надо правильно готовить обучающую выборку для построения апплифт-моделей. Тестовая контрольная группа должны быть реабилитативны. Это нужно учитывать еще до того, как мы начинаем строить модели. Это нужно готовить, когда мы делаем эксперимент, когда мы применяем тритмент, мы должны выбирать случайные группы. Это на качество итоговых моделей. К сожалению, в оффлайне мы не увидим каких-то таких эффектов, которые могут потом возникнуть в онлайне. Дальше подходы идеи для построения моделей. Я советую в качестве безлайна использовать класс-формейшн-подход, при этом с разными реализациями, как байнери, так и регрешн. Этот подход очень хорошо себя зарекомендовал, и иногда он показывает сильно лучшие метрики, чем другие подходы, более сложные. При этом подход, как вы помните, очень простой, надо всего лишь сделать новый таргет на основе двух колонок. Для элементарной реализации не советуют балансировать данные, это часто приводит к сильному ухудшению метрики. Следующий вывод достаточно простопонятный и классический, это то, что надо определиться с метрикой качества, как и при обычном построении ML-модельки, однако здесь этот поинт еще более важный, от нее сильно может зависеть выбор алгоритма. Вы помните, когда я показывал метрику UPLIFTED5 и UPLIFTED25, насколько разные сильно зависело от выбора метрики качества алгоритма. Ну и последний вывод, это что для экспериментов, которые мы будем делать после того, как мы построили Бейслайн, нужно использовать различные подходы. Нет универсального решения пока что для построения UPLIFT-моделей. При этом начинать советую с самых простых подходов, например, Solo-model подход очень простой, который элементарный, и при этом мы видели, как он показывает даже лучший результат, чем более сложные подходы. Итак, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Хочу сказать, что UPLIFT моделирование сейчас используется гораздо очень часто. В бизнесе возникает все больше и больше задач, маркетинги, и я думаю, что это очень интересная область для развития в дальнейшем. Спасибо.